Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Благодарю тебя, Христе Божий наш, яко насытился над землей в твоем благое. Не реши нас и небесного, твоего царствия. Но яко посреди учеников твоих пришел и спаси мир, да я им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава твои, Сыне и Святому Духу, имену и пресну и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Так, прочитай эту молитву. Благодарю тебя, Христе Божий наш. Благодарю тебя, Христе Божий наш, яко насытился над землей в твоих благое. Не реши нас и небесного, твоего царствия. Но яко посреди учеников твоих пришел и спаси мир, да я им, приди к нам и спаси нас. Аминь. Милостив твоя, Павла и земля, посети и болящих. И разженюсь, и Анну, Анну, захрани. И укроти ненависть, подвескивая на Максиму. Обрати его на путь истинного покаяния. Пробуди его совесть, дабы не творил зло. Тебе, Божья, слава за все, отец и святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христу. Так, у тебя были вопросы, садись. Давай. Что за вопросы? Ну вот. Бабром, еще на меня смотри не отвечает. У меня такое, как бы, ну, внутри такое всегда... Отделивительно. Такое, нет. Потребность, чтобы качественно сделать работу. И вот, когда я на это напираю, то у меня количество, ну, хромает. Вот в этом плане. Как сделать баланс-то, сбалансировать, чтобы качественно было, и скорость была приличное количество. В ГУЛАГ тебе надо. Там тебя научили бы сразу 2 недели. Вот я был, когда в лагерь привезли. У меня в ШЛЕ-лицех. Ну, ШЛЕ-ля, это сколько там. На обучение самое больше 3-5 минут. Все, норму давай. 11 купая. Да гляньте, когда машинка не видала. Тут мастера есть, подправят. Так, ты понял? Головой кивать это не примут. А ты вам сразу вот так вот, старшина стоит, такого специально подбирает. Тоже зэка. И мы гляньте, еще вот тебе вам в живот вот так. Ответ неправильный. А ты везде, ты гляньте, так, со всей силой бьет тебя. Все. Ответ, ну, на. Так, еще один раз тебе. Я с тобой буду стоять, когда ты губами. Ты подлог, кто звал, сюда пришел? Все. Да, надо делать. Садись. Теперь вот на бой нажимает и движется. Вот это вот, по руке у тебя нажили. А вот это вот, когда сделаешь, перекидываешь нас туда. Ждать он не будет. Теперь за ним уговорят. Если он не успевает давать, вон норму-то. Бей его паразита. Потому что он тебя тянет туда. Тебе срок бы не уменьшится, если ты плохо работаешь. А качество, качество покажут. Там взвешивают. Специальные люди для этого ТК. Откуда такое качество? А на самом деле отдел технического контроля. А люди по-своему перевели. Качество и количество. А они не совместимы. Но требовали такие. Допустим, ты копаешь яму. Какое качество? Я вообще сказал, что стенки должны быть строго вертикальнее. Размер должен быть 40 на 40. Вот тебе палочка, все время мерь. Это качество, другого нет. А он по отвесу глядит. А почему? Для высоковольтной линии. Для опор. Ты понял? Это не пойдет. Отвечай, понял или нет? Все, копаем. Вот это кайло. Вот это лом. А вот это вот кувалда. А вот это клин. Делаем настолько хорошо, чтобы когда придут принимать электрики и ставить уже на счет опоры, к нам претензий не было. Я тебе повторяю. В 20 лет я был прорабом. Неполных. В 21 даже не было. У меня около 250 человек. Представляешь, что это толпа какая. Шесть объектов. И я к каждому. И все зэки. С солидным сроком. Один летчик. Летчик. Самый въедривый был такой. 103% есть. Значит, день отработал. Со счетов тебе скидывается 2 дня. Если 121%, качество, конечно, хорошее. 3 дня. Больше нету. Хоть сколько дальше делать. Что-то тебе насчисляет, отовариваешься. И больше ничего тебе не надо знать. А я прораб. Я должен закрыть наряд. А он не сделал. А я должен дать ему. Где я возьму? Потому что дальше-то я уже виновный. И с ними. Мне каждый день топор расширит. А я жизни тебя еще не видал. Я прошел такую школу, которую ты во сне не видел. Понял? Я удостоился чести. По милости Божией. Что за мной был поставлен хронометр. Почему у меня такое большое количество работы сделано? 300%. 3 мужика должны работать на полную силу. Я один не робот. И ни день, ни два. Все время. Тогда присылают из креста. Это мостопоезд 140. Город Барнаул. Улица 2-я строительная. Приходит девчонка. Стульчик у нее. Она садится. И где-то она против меня на работе. Пишет. Он начал работать. Все начинают в 8. Я пришел в 7.30. И сразу приступил к работе. Дальше она пишет. И она все записывает. Я пошел. Она не понимает. Я ухожу. Так, а вы куда пошли? Я говорю. Нужно сейчас принести то. А раньше я не мог взять. Потому что это кладовщик. А вот кладовщик приходит позже. Мне надо у него взять вот это вот. То, что сейчас деталь ставит. А в руках что несете? Рубероят. А зачем? Я узнал у бригадира. Когда я простым рабочим работал. Я узнал, что у нас через день работать придется в том цеху. В огоноремонтный завод. А там окон нет. Я уже прошел, посмотрел. Их надо подготовить. Щиты. И туда вставить. Каждый делает на своем объекте. И тебе никто не будет вставлять. Но надо сделать. Иначе краска будет засыхать. Ну и что? Ну я заранее приду. Сейчас мимо проходить буду. Я вижу. Я подсмотрел. Я спрячу. Только там никто ее не найдет. И у меня она будет готовая. А будет время. Я успею щит сделать. И когда придем. Я только вставил его. Два гвоздя. И уже приступил к работе. А и через полдня. Качественно. Мы стелим полы. Пятиэтажное здание. Каждая доска, на которой я стою. Она должна быть антисептированная. Внизу там корыто. Из него можно щерпать. Ведро и приносить себе. Далее каждому дается кисть. Ветошная. Со стороны нижней. Каждая доска должна быть промазана. Почему? Он не гниет. Насекомые его не берут. Но это время. Надо каждую доску перевернуть. Намаза. Теперь браться за нее. А там в рукавичках и не будешь работать. Ты понимаешь, сколько лишней работы. А это много уходит. И поэтому, если я повернул доску. Прибил ее. Там делается отверстие по углам. Решетка ставится для вентиляции. На меня смотрят. А я делаю это. Ты что делаешь? Прибил доску там. Кто ее разбирает? Я говорю, да по нормам это положено. А теперь лаги, на которых доска прибита. А лаги-то там бруски вот такие вот. Их надо абсолютно точно положить. И под лаги. В уровень. Это то и у меня уровень. Под лаги подложить, если где-то что-то специально. Дерево плита такая мягкая. И твердая. Вот надо сообразить. А не так, что, допустим, ты на лагу отпилил. Больше. А там кубик какой-нибудь забил и все. Оно стоит. Но если я сверху в пол прыгнул, то весь пол качается. Это кто принимает? Он это знает. Хитрость-то какое-то. Раз колесия. Я не знаю, не знаю. Я работаю. Я про этого охрана метража уже потом скажу. Проверяют. Так, вы промазываете антисептиком. Да, конечно. Конечно. Вон руку туда раз. Рука сухая. Ну-ка, понемите доски. Да они прибиты. Оторвать. Да вы, нерги, нет. Избегайте. Оторвали доску сухая. Ну, это одна такая. И дальше сухая. Так. Доски не проантисептированы. Мастер. Комнаты пронять мы не можем. Вырывать. Из пол заново рвать. Доски ломаны на твой счет. Вот теперь боком пошло. Один подъезд, стариком, пять этажей. Сколько квартир. Все до одной. Скрыть полы. Убрать. Антисептируйте, заново сделать. Какой у него процент выработки? Минус. Ну, у тебя глаза в разбежку на 13 сантиметров. Приходят ко мне. А бригадир говорит. А тут не проверяйте. Тут баптист работает. У него все как. А бригадир Сергей Кобзев. Сергей. Коммунист. Ко мне хорошо относятся. А мы обязаны раз туда. Антисептик он бессветный. Но когда его дают рабочего, его напускают к краску. Он красный. И поэтому доски красные с той стороны. У нас у него пальцы красные. Да хотя бы что, все доски промазывают. Первый подвес такой у нас шли. А здесь, ну дальше я уже не проверял. Все до одного. Все кроме меня. Какое у меня качество? Ну. Как положено. Не надо ну. Ну, это ложь. Так. Нехорошее. В премьер пойдет. Меня вырянут на премию. Но премию никогда не дадут. Начальник. Белоконь. Он против меня. Да что баптисту. Да я премию дал. Да никогда. А бригадир говорит. У меня там 13 человек в бригаде. Заберите всех. Дайте мне 6 этих баптистов. Я буду все время давать план 250%. Шесть. Придом без обмана. Сергей Кобзев. Коммунист. Он за меня заступается. А премия, которая мне положена. А премия-то хорошая. Ее дадут кассиру, который деньги выдают. Она вся нахолотая сидит. Она все сделает. Ей дадут. Она на улицу не выходит. А я на морозе. Какое качество процент? Почти все время у меня 280-300%. Качество я тебе сказал. Ну, хвалите. Я хвалюсь моим Господом. Я такой же, как они. Но меня заставляет мой Господь. Все, что делаете, делаете как для Господа. Как для Господа. Здесь, в этой комнате, будет жить Иисус. Он прыгает, а прыгает. Что такое? А тут прыгает, не прыгает. У него все по уровню положено. И везде подкладки под ладе. А те-то забывают. Вот лака, допустим, в брусок упирается. Стенку. Они там забили, чтобы держался пока. Но он прыгал, выпал. Клинышек-то. Здесь еще не выпадет. Потому что под ней, которую я подложил. Она прибита к ладе. Сверху. Она мертвая. А внизу бетон. Бетонные плиты. Качество и количество. Но мое качество, оно некрасивое. Вот я делаю, допустим, сказали. Вот это надо загорелить забор. Все по уровню. Но поставить вертушку. И по вертушке, и найдут это я делаю. Я просто отпиливаю вот такой вот брусочек. Застрел с двух концов и шлепал. Она закрывает вертушка. Ну, можно было бы получше. Ну, и найдете, Игорь. Закрывать. Вы мне другого задания не давали. Закрывает плотно, плотно. Все зажгоняется. Но все равно же прилично, когда так. За качество, за красоту. Я шлифовать ее буду. Мне не платится. Я и не умею. Я им отвечаю. Да вы же все умеете. Истекрите там, и печи. Не умею я красиво делать. Которые красиво делают, в другом месте где-то они. Они на 15% пытаются выехать. Мне сделать. И я этого требую от всех, когда стал прорабом. Я требую работу, сделанную, не вопреки нормам, называется. СНИП. СНИП. Как, допустим, отец Геннадий Фаст. Он пишет книгу. И я его много от него беру. У него все мои книги есть. И я не та звезда, которая горит на елке вверху. Я внизу маленький огонечек. Чуть-чуть только. У меня другой стиль. Он преподаватель Томского университета. В университете, а я дня не учился, а он преподаватель. Здесь он заканчивает семинарию, академию. Магист, сейчас доктор богословия. У меня ничего нет. Но я вам скажу, что мои книги по сроку служения нисколько будут ниже его. У них пробивная сила. Я конкретно беру и живу. Священное Писание. Самое простое. Стихи пишут многие. У-у-у, графоманов этих. Но никто их считает. Ты считал мои стихи. Я сегодня одно свое прочитал, только там отцы и дети. Я считаю, это настолько выше моего уровня развития. И напротив каждой строчки место Библии. Тридцать шесть мест. Раз Библию открыть надо, чтобы прочитать. Ну кто не так делал, никогда мировой практики этого не было. А что я сделал? Первый подражатель вот тут сидит. Тоже стал писать и указывать местописание. Ну вот, глянь на него сидит. А я сделал. Так, нет? Сколько оно? А что-то особенного. А почему? Они не по Писанию. Ко мне приехал один сюда. Выше Потеряевский. И говорит, хоть один из наших Потеряевских выбился. Вы известные люди-то. Да какое известное? Как ваши стихи-то? Да это мысль-то взята из Библии. Тогда еще это выше. Вы знаете, откуда мысль взять. Меня это... Баран на вороту не висит. У меня похвал на вороту не висит. Мне это... И трубы медные, и огонь и воду позади. Мне нужно выразить эту мысль. Как? Вроде я сказал. Мне хочется так сказать, чтобы люди почувствовали. Иду в стихотворение у меня. Отдайте шикота. И Кёнигсберг отдайте. Пока не поздно поспешим. Окрест. Хребят и лезут тать. Крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и проправных, что мы во время бури и штормов забор трубили мачты. И тараном спасли Россию ясностью умов. Ты чувствуешь? Экспрессия какая. Мачты эти все эти возвышения России окраина обрубить, сохранить главный центр здесь. А вы страну не любите там на меня? Отдайте шикотан. Игнать Ильич, ну сожжен же будет Москва-бат. Третий Рим же сожжен будет, да? Сожжен. У него Ашанина, руководителя всех этих конгрессов, так как называют, поэтов молодых, читал стихи. Но я никогда ни одной минуты не считал себя поэтом. Я выразил мысль. Я с Мерсеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Вроде с собаками, с бинокльями, в машине мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. А что такое закон ограда? Ограда это что? Закон ограда, считайте, это закон ограждает нас от намушений. А, закон-ограда, да? Да, дефис. Дефис. Да. Это означает, что закон это ограда. И где хоть одна штохетина выпадет, там лисинята будут залазить, песни-песни говорят. Это заповеди, не убей, не прерыводейся. Прерыводействие, то другое. А у тебя штохетина выпала, не прерыводействие-то. Прерыводей-то ты. А не Настя. В первую очередь. Вот оно где. Закон ограда тобой был не признан. А для меня он этот закон вложен матерью был. Сынок, сынок, этого нельзя делать. Это опасно. Это смертельно опасно. Вот тебе и ответ. А это, вот Сергей говорит, это эпитемия какая-то, что ли, у меня, да, теперь? По сути дела. По сути дела, это есть индийское выражение карма. Карма. Возмездие настигло тебя. И это в этом ты должен увидеть любовь Божию. То есть на Настю ты еще не по другими глазами взглянешь. Как бы не она сказала, я прокормлю без этого дурака. Она заработает там. Тем более, которая ее любит там рядом мужчина. Деньги-то дает же, конечно, или она же кормит его. Но она тебя дает. А это не она. Не она. Златоуст говорит, она ничего не знает, как капель в руке Божией. Она напоминает тебе и режет тебя, приведя тебя в покаяние. Понял? Я со своей женой не знаю, как кахал ее, любил. Говорит, а прихожу домой, она как тигриса на меня. Вспомни, не поступал ли ты с какой-то, Златоуст говорит. Теперь это ничего не знает, она мстит за ту поруганную тобою. Если ты сейчас решишься жениться, то другое, у тебя ничего не будет. Я тебе рассказывал, все говорят, ну как, Настя-то, 42 года, почему умерла? Я везде молчал. Теперь я могу сказать. Ты слышал? Я близко знаю. Это карма, может быть, Божия. И он ничего не может. Такой мастер запивается и все. А почему? А священник спрашивает, не обещал ли кому? Если ты обещал, а нашел другую и бросился, а там вопрос не решил, лечать нельзя. А у него оставленная была, с которой он уже жил. И костюм его не остался, он мне все рассказывал, мы вместе с ним жили. Понятно? Настя заняла не свое место. И такую муку приняла. Это у нее не первая операция, которая была. Такая операция, которая дальше не давала ей возможности рожать. Она лежала несколько лет назад. Она 10 лет прямо просила у ангела, умоли Бога, мой ангел, 10 лет детей поднять хотя бы. И когда 10 лет кончен, она сразу же заболела, рак. Я говорю, ты не хотела бы еще раз попросить? Она говорит, нет. Я не буду Бога искушать. Ты не понимаешь этого. А ты еще дай 10 лет. Есть индийская сказка. Бог, когда, говорит, делил, это по-ихому там Бог. Бог, Будда, то Бог, Будда, это не Бог, а человек, достигший нервана. А вот дал человеку 30 лет, лошади 30 лет, собаки, обезьяне, всем по 30. Человек прожил 30 лет, только в силу ходит, кровь с молоком-то. Он мало, подошел к лошади. Тебе сколько лет? Она говорит, до того половины еще только прожила, говорит. Каждый день возишь, куда везешь, не знаешь, куда едут, не знаешь. Все на тебя лезут, вверхом садятся, запрягают. Он говорит, а ты не продашь декрет? Да с удовольствием. Ну, за что? Да, хапку, я тебе сено принесу. Все. Теперь дальше человек, как лошадь, упирается, работает. А ты не упираешься. Ты своровал, потому что эти годы. Дальше. Ну, а дальше говорит. У меня собака, вот у меня есть. Посмотрю я, как собака. А что хорошего-то? Свободы нет на цепи, хозяин бьет, что не так, пинка дает мне. Ложи, вставай, ложи, вставай. Да ты, ни один шмондер так не издевался надо мной. Вот он, чемпион. Ну, так продашь, я тебе косточку принесу. Да бери, вот теперь дальше человек-то уже заработал. Идет на пенсию. И теперь, как собака, корабль, леса с вами все построено. Дальше есть. Пошел к обезьяне. Все не хватает. Обезьяна говорит, да какая моя жизнь-то. И ловят, и убивают, и едят. И еще и обезьяны обзывают. Продала за гостья орехов. А потом человек уже ничего не надо, как обезьяна согнется. Хоть куда-то все растащи. Пенсию он не видит, родственники получают. Вот с тех пор, говорит, так и пошло. Это сказка едийская. Но сказка ложь. Но в ней? Намек. И что? Добрый молодцы, мурок. Ты к таким относишься? Надо стать таким. Ведь тебя надо. На каждое твое... Ты, понимаешь, везде находишь гнилую подпорку. Вот сейчас ты работаешь, скажи, вот это вот мои гнилые подпорки. Деревяшки. Подпираешь, объясни. Башлык, начни с башлыка. Не надевай его никогда. Кроме того, когда ты бьешь доски, и сверху сыпется пырь. А комары тогда? Ты понял? Не знаю, тихо. А как от комаров? Ну, понимаешь, нет. Вот если все до одного будут в башлыке, ты последний натянешь башлык тогда. Почему ты о людях не заботишься? А как они? У меня башлыка нету. У него нету. Это тоже башлык никогда не надевают. А другие ребятишки, в общем, головы руками провел. Притом, первое время, а попозже их и нету. На моление я пришел, там дышать нечем комаров было. Я беру меньше, меньше. И, наконец, я часа два пробовал, совсем не стало. Вот здесь вот, у Иосифа Владимировна. Понял? А что понял? И ты не говорим, понял. Головой трясет только. Ты все. Ты брось этой дурить. Паси Христоса. Понял или не понял? Ну, понял я, понял. Вот так. Понял, сейчас дурил. Ну, у меня, а как вот, разве прелюбодей может любить? Так я тебе сначала скажу, Игнатий, качество и количество закончить. Давайте. У тебя ни качество, ни количество. Понятно. Игнатий, можно еще вопрос к этому? Да. А бывает момент, что качество не нужно, а именно количество. Есть такие работы? Конечно. Ну, а какое количество, допустим, где-то, надо что-то наносить. Ну, количество ты не принесешь. А качество донес, вылил в воду обратно, били с Федорами. Именно так, так как там никакого качества нет. Черпать, там наливают тебе, отвезти 30 метров, вернусь назад. Ну, а второе-то мы смотрим, а там Михаил Кальмаев сделал. Видишь, какие скамейки, мы сидим. Может быть, лучше сделать, но я так не сделаю. То есть, я сделаю как-то не так. Я скамейки переделал, лестницы этих, счету нету. И все такое топорное. Ну, я отвечаю ему, да, можно. Есть такое, как колоть дрова мелко. Сказали, что были мелкие. Вот это уже качество будет. Ну, ты сколько колол в день и Володя. Володя больше наколит? Ну, думаю, да. Думаешь, да. Счет когда нет у тебя, то есть, думай, а может быть, я и не думаю. Додумать не надо. Больше. Больше, да. И намного больше. И когда нужно было дрова колоть, батюшка пришел, дать тебе Володю. Я говорю, да, вот Виталий, да, боится осудить осужденного. Еще. Черт. Не знаю вопросов. Ну, а как тогда, вы говорите, у тебя нет ни качества, ни количества. С башлыка начать. Да. Хорошо. Раскубарь, посмотри на белый свет. Ты работаешь очень медленно. То, что ты там сделал, это можно до обеда сделать одному. Там ничего нет. Готовая доска. Оторвал ее. Там все уже прожилило здесь. Поднимай его туда, прибивай или приквышивай. Да лучше все прибивать. Легче вытаскивать. И все. И с одной доской ты, прости господи, говорит, мудохаешься. Такое слово грубое, но оно показано. И ты даже сено взять, ты 10 раз ткнешь, и Никита так же. Пощеркнуть лопату и кинуть. Вот стоит ее, нехорошее слово. Так она спрашивается на язык. Ну, опыта нет еще. Да нет. Какой опыт-то? Тут опыта никакого не надо. Вело воткнул и поднимай. Лопату воткнул, а ты даже, вот когда мы здесь на первом месте работали, ты тыщишь лопату. Лопату, я тебе показал. Один раз, второй раз, полная лопата. Я только, бывает одной лопатой полное бедро. Полное бедро одной лопатой. А ты стоишь там на одном месте. Фу. А там малыши занимаются так. Неженатые. Да уж. Понимаешь? Тебе нужна твердая, крепкая рука. И тебе, видимо, такую руку давал господь через эту Настю. А ты ее отверг. Начал умничать. Тебя теща такая дана была, что тебя... Они же видели валов какой. В охлак. Они такие... Тебя могли раскачать. Но бывает такая жена к власти прибывает. Она мужем... Последний магикарша. Посчитай, Чехова Антона Павловича. Считал? Нет. Я тебе называю десяток книг за один день. Ты ни одной не считал. А это опыты для нас. Он мне в копеечку в уши влетел. Вот там звание это у него дворянское какое. Она его вывела. Везде добила, добила. Он университет окончил. А этот приходит к нему писать. Писать. Да он и писать не должен при моем Елисею. А брат-то сидит все это знат и рассказывает. И она тут... А Елисей ест, говорит. Постная. А я как ем котлетки, брат-то. А он с вожделением поглядывает на меня. А она рядом. Не сметь. И вот она ушла оттуда и кричит. Елисей! И не мух отгоняй! Легла отдохнуть после обеда. Тьфу! Ведьма заездила. А я сейлку изобретал. Да еще по радио, как по каждой, она... Тьфу! Ведьма заездила. А когда начинается эта беседа, то... О! Сестра приехала моя. Не зря я вас с ней в печь видел. Чехов! Чеханде! У тебя, понимаешь, нету ни грамоты, ни юмора нету, ничего нету. Ты так. Засохшая глызина. Ленин сказал, говорит, Леонид Толстого, какая глыба, какое человещище. А о нас таки сказали бы, глыза, глыза, это застывшая дерьмо коровы, глызи называется. И мы ей играли этой глызкой. А так, понимаешь, чтобы она отлетела, тебя ударила. А тебя вот в это время по спине долго, если ты не вставаешь кому-то, чтобы она тебя коснулась. Ну, это свой бадминтон ножный. Какая глыза, говорит, какое человещище. Ты ни одного выражения от Карла Марса не можешь привести. Ни от Гитлера. У Гитлера самый любимый кто был музыкант? Композитор. А у Ленина? Не знаю. Ленина любимое занятие какое было? Убивать. Убивать. Ну, это потом. А вот Карла Марса, дети, ему составили анкету, и он по ней отвечает. Фридрих Энгельс и дети точно так же. Кто самый ненавидимый тобой человек? Фридрих Энгельс отвечает. Чего он отвечает? Чарльз Перджин. А кто это такой? Его прозвали Король Проповедников. А почему? У него весь Лондон перед ним, а у этого никого нету. А он фабрикант, он кормил все время Карла Марса. А он от служанки детей еще нажил. Он их воспитал. Дочь Амарионора с зятем вместе покончили жизнь самоубийством. Какая у них биография-то вся? Понимаешь, нет? Учение – свет, а не учение. Сима. Сима. Кто потерял денежку? Это мужик на базаре кошелек-то нашел. И взять-то стыдно. Он кричит на весь базар. Кто потерял? А потихоньку – денежку. Так что ты ломай себя вчерашнего, растирай на мелкий порошок сегодняшнего и готовь в будущее для богатыря завтрашнего. Видите ли? И когда она услышит, что ты такой стал, да она на этого-то журналиста-то с другими глазами взглянет, скажет, а ты что создал? А этот ты посмотри, сарай у Игоря зашил. Склад. Скажет, он кучу-то наворочил лесу. Ты можешь что-то сделать, журналюга? Понимаешь, нет? Она унок твоих будет завтра здесь. Есть такая биография «Жития святых». За одну посматывался язычник. Она говорит, я выйду замуж за тебя, если ты сделаешься губернатором и генералом. А он-то еще где-то. Он тогда пошел к дяде, дядя вернулся на высокий, говорит, помоги. И тот стал помаленьку помогать ему, продвигать его. А он старается везде, депутаты его избрали, в законодательное собрание прошел. Наконец доходит помощник губернатора. И тут раз машина ударилась в дерево, расшипся Евдокимов, а его поставили. Ну, свой там где-то. Все. Теперь осталось генералитетом вместе с этим званием, он только полковник. Он там познакомился, ближе где-то взятку дал, и ему генерала присваивают. Он все получил, приходит и говорит, два диплома, благодаря ей. Она тогда говорит, я христианка. Вот когда христианином будешь, тогда выйду замуж. Он говорит, так об этом разговор уже не было. Настя, ты что придумала-то? Ты же знаешь, я тебя люблю. Я в этом не сомневаюсь. Ну, Виталий, ну, не трудно тебе сделать христианином. Не ты, там другой. Он говорит, так дело не пойдет. Я сколько сил положил, не досыпал, учился. И заочный. Это очень-очень трудно мне далось. Я понимаю, Виталий, но ты же не христианин. Ну, какой ты по названию христианин? Сделайся настоящим христианином. Прими полное крещение, как положено. Повенчаемся, будем жить. Так не пойдет. Он тогда пошел и сказал, она христианка. Я узнал. Ее казнили. Я считаю, она не права. Я считаю так. Потому что она в ушел и слово. А ее в святые. Понятно? Ты знаешь, у тебя ни примеров жизненных нет, ничего. Ты опустошенный. Ты жил для одного члена только в твоем теле. А второй, ну, на подмогу. Две страсти, говорит, чревная и подчревная. Когда в шрева не положишь, то там у тебя все будет не такое. Два беса. Два покрывала, башют, натягивают. Чтобы у меня есть. Я светлый. У тебя рост какой? 171 или 72, что-то такое. Вот у меня мета 72. Вес какой? Ну, побольше вашего. Ответ не даю. Неправильно ответ даю. Ну, сколько, я не знаю. 78, может, 80. Вот, 80. А мне 64. Ну, я говорю побольше. А? Ну, больше, больше, Игнатик. Ну, дело-то не в большем. Дело в том, что у меня все сгорает. Я понимаю. Какое бы дело ни делал. Я переживаю. Вот там, вот о роженице. Я не рожал у детей никогда. Но, сказали она, я как будто в роддоме с ней. Я ничего не могу сделать. У меня воображение невероятное, как у Виктора Игюго. Представляете, пишет отдельно о битве в Атерлова. Я писать, я говорю, что ржание коней слышал. Запах пороха и крови. Поэтому так и считается. Я спрашиваю наших, скажите, кто самый умный был у русских из поэтов? Не могут ответить. Да Крылов, Иван Андреевич. Пушкин, другие-то в пометки ему не горятся. Его, Бася, они сегодня все работают. А Васька слушает, да ест. Ну так, с Богом, дорогой.